Добрый вечер! Я Андрей Малаков и мы в прямом эфире на телеканале «Россия». 34-летний Каген Солнцев и его жена, 65-летняя Екатерина Терешкович, серьезно не лезть в планирование детей. На предыдущем эфире Екатерина призналась, что прошла курс реабилитации от алкогольной зависимости в клинике и сейчас абсолютно здорова. Я провела некоторое время в центре закрытого типа частном. Он ни разу меня не навестил, я три месяца не могла дозвониться никому. Супруг приехал с гостинцами? С гостинцами приехал, а ее нету. Недавно пара отправилась к кандидату медицинских наук, чтобы узнать, какие есть шансы молодой пенсионерке родить ребенка самостоятельно или только с помощью суррогатного материнства. Мы очень хотим завести ребенка. Мы должны проверить фолликулярный резерв. Сможем мы достать яйцеклетку или не можем мы ее достать? Насколько в состоянии? А там это только возможности прибегнуть, конечно, к суррогатному материнству. После посещения врача, Жена Гагена Солнцева стала принимать прописанные гормоны для восстановления женского здоровья, но, как оказалось, не только она одна. Алина Александровна, моя близкая подруга, и когда она узнала вот эту всю историю с Екатериной, она прямо так очень настояла на том, чтобы тоже пройти, так сказать, вот эти процедуры. Если у моей картинки там просто не случится это, то я смогу убедить ее в том, что у нас есть замечательная лидер. Сбудется ли долгожданная мечта шоумена? Наконец-то стать отцом, кто станет матерью наследника Гагена Солнцева и почему последние несколько месяцев рядом с ним постоянно присутствует другая женщина. Все подробности в прямом эфире. Ну что, встречаем Гагена Солнцева, узнаем, как он живет сегодня. Добрый вечер. Привет. Ты потрясающе выглядишь. Спасибо огромное. Новый образ. Стараюсь. Что происходит? Расскажи, я знаю, что у тебя есть две новости. Хорошая и плохая, как и традиционно, как всегда. Хорошая новость, что я действительно скоро стану молодым, пока еще молодым папой. Вот плохая же новость. Поздравьте, поздравлю. Спасибо огромное. А плохая новость в том, что, выражаясь молодежным сленгом, Катя хочется скользнуть, а выражаясь серьезным языком, кажется, меня оставляет жена. Так, ну, давайте разберемся. Во всяком случае, то видео, которое я посмотрел до эфира, есть, безусловно, всегда какое-то у вас напряжение, конфликт, но все выглядит очень достаточно мило. Тем более, что сейчас вы увидите, как отреагировали Катя и Гаген на новость о том, что за первого ребенка будут выплачивать теперь большие деньги. Внимание. Клюша! Илёх! Чего? Иду. Слышь, какие новости? Чего? Материнский капитал увеличили до 466 тысяч. За какого ребенка? За первого. За первого ребенка 466 тысяч. За первого ребенка дают 466 тысяч. Согласно изменениям действиям материнского капитала в стране, продлятого конца 2026 года. Ну, ты можешь уже за 6 лет как-то уже подарить наследника в конце-то концов? Ну, сколько можно гладить стоять, а? Надо же быстрее бежать с койку, Катя, и заниматься всеми важными делами. Ну, может быть, это ты плохо стараешься, может быть, тебе сходить проверят. А то, что у тебя матки вообще нету, это нормально? Слушай, я теперь буду стараться на 600 тысяч. Вот, вот. Да ты еще и больная. Ты что, приболела, Катя? Катя, да ты что, сейчас знаешь вообще, как опасно? Так, ну-ка давай быстро руки моем. Быстро. Быстро. Так, как моешь? Как моешь? Каждый пальчик промывай. Вот так вот. Вот так вот. Как моешь-то? Ой, ногти отрастило. Там же еще грязь. Микробы, мусор собирается. Ну-ка вот ногтями моем быстро. Ты знаешь, что по стране коронавирус ходит, а? Заболеть хочешь? Слечку? Меня не трогай. Если ты больная, ты и меня заразишь, ты понимаешь? И срочные сообщения, которые приходят сейчас по лентам информационных агентств. Всемирная организация здравоохранения повысила до очень высокого уровня риска распространения коронавируса в мире. Так, нос, надо в нос обязательно. Нос. Мной мо... Так, нет, надо мылом, мылом, мылом. Катя, что ты так плохо моешь-то? Из Индии. Привез из Индии самый лучший, самый дорогой, этот самый... От всех болячек, от всех этих самых... Залпом, как ты это любишь, умеешь, давай. Однимайся на улицу, быстро на улицу, надо иммунитет поднимать. Так, Катя, поднимай ноженьки, ноженьки поднимай. Надо для здоровья заниматься физкультурой. Так. Бегу, бегу. Увеличивай темп, Катя, увеличивай темп. Бежим. Так, Катя, бежим. Бежим, устал. Так, ноги. Ноги поднимаем. Выше ноги поднимаем. Плохо бегаешь, плохо. Некчемный беглец. Некчемный беглец. Боже, я посижу. Ну все. От коронавируса помрю. Так, все, передохнуло, встаем, бежим. У нас еще. Тверская. Спортом занимаем, занимаем, занимаем. Так, Катя, не отставай. Смотри, что это такое. Это доллары-то уже больше, чем мне. 74. Надо все баксы срочно поменять. Давай быстрее, там небось очередь. Даже больше, смотри. Давай, давай, давай. У нас вот есть немножко долларов. Давай, все, все, все доставай. Пять долларов нас поменяйте нам, пожалуйста. Доллар это, доллар поднялся. Вы видите, знаете, как? Вы, наверное, вообще миллионерками стали. На эти деньги можно в Италию слетать. В Италию? Да. Что, Италию закрыли в связи с коронавирусом? Считай. 350. 362.50? Да. Какая может быть Италия? Девочки, спасибо. Хорошей шарашки вам. Нет, лучше. Давай еще раз пересчитаем. Ну, то есть мы видим обычную российскую семью, которая также переживает из-за распространения коронавируса, следит за новостями, занимается спортом, радуется весне и первым солнечным дням. Я скажу честно, ну, наверное, не совсем обычную российскую, потому что там, когда вот Катя, например, она вообще занималась спортом, всегда это любила. Но крайние несколько лет не очень, и поэтому там отдышка у нее, и когда там вот темп увеличили, как будто она быстро бегает, это, конечно, немножко юмористически смешно звучит, но вообще мы живем достаточно эмоциональном, так сказать, повышенном таком сегменте, потому что Катя человек такой достаточно неврозный. Я надеюсь, что я остроумный человек, потому что мне хочется, чтобы наша жизнь была веселой, очень искрометной, и какие-то, наверное, вещи, которые обычная российская среднестатистическая семья не стала бы делать. Мы это делаем на раз-два, и мы получаем оба от этого удовольствия. И судя по тому, что я сижу здесь, я очень надеюсь, что получают удовольствие еще от наблюдения за нами те, кто сидят в этом зале и в своих экранах телевизора. Спасибо. Ну, а давайте посмотрим еще одно видео, в котором подруга вашей семьи, Лидия Александровна, попросилась пожить у вас, пока у нее дома идет небольшой косметический ремонт. Катя, не трогай меня, а! Макияж вообще нельзя трогать, неделю продержится, а ты хочешь мне, чтобы я опять заново шел? Катя, я тебе объясняю, дорогой визажист. Слава тебе, Господи! Кого ждешь? Пиццу заказывала? М-м-м. Ну, сам сходи. Да нет, у меня еще восемь часов сна не прошло. Катя, иди, пожалуйста, а! Ничего, потом приляжешь на рельсы. Привет. А ты что так рано? У меня ремонт в квартире сейчас капитальный, то есть можно у вас обыть? Ты на жизнь собираешься? Ну, пару денечков. От него кому еще обратиться? Не нужно. Подожди, я уже не спрашивала. Кто там? Там Лида приехала. Лица, Анна? Ну, да. А что ей надо? Пожить-то у нас хочет. Как пожить? Наверное, свой слуховой аппарат забыла одеть с утра и все неправильно поняла. Иди у меня спроси. Сейчас я поговорю. Ты здесь, Фавл, ладно? Илюша. Привет. Ты приперлась в такой ранний час. Ты что, до отвала проста треть будешь жить? Это что такое? Три чемодана? Ты что, совсем что ли чокнулась? Слушай, если Катя узнает про гормоны, которые ты первой лепетичкой в мухофраке вышла. Два дня. Два дня, пожалуйста. Я обещаю тебе, что ругаться я не буду. Где вы мне там, выделите уголочек поспать-то где? Здесь? Прямо. Ну, развегается диван, да? Нет. Как нет? Ой, а что такой бардак-то? Боже мой. Сейчас будет Катя ругаться. У нас вчера был романтический ужин с Гогеном. Бурная ночь. Это с Будуна, что ли, Кать? Боже мой. У вас такой свинарник. Это ужас просто. Девочки, все, не будем спорить. Кать, ты к плите. Я в душ пошел. Все, пока. Я не против. Так, не наденько. Не надо в таком-то оне, ладно? Я гостья все-таки. А что это у вас в корзине для белья грязного в коридоре стоит? Лида, это детский манеж. Не рановато ли? О, Катя. Чашечку да можно поставить? Да это для Люши там приготовила. Это моя чашечка. Не отражаешь мне, может? Ты нет. Что готовим? Блинчики. На молоке делаешь? На молоке. Ты чего, Катя, на кефире надо? Сейчас быстренько сделаем. Какие вкуснее получится. Блинчик, мне одолжи, пожалуйста. Опа. Вот это мука. Цельнозерновая диетическая. Должна быть белая мука. Вообще пшельничная. Ты не представляешь, какая она вредная. В одну сторону мешает. Мне очень учился. Он говорил, будто маме всегда. Он не любил никогда. Куда с тобой сахар-то сыграть? Дай сюда. Дай сюда сахар. Смотри, дай. Ты что делаешь? Лучше меня как пятилетнего ребенка. Космоте. Наверное, не знаю, как блины делать. Хозяйка. Везде бардак, грязь. Давно уже люди обедают, а у нее еще никак завтрака нет. Что случилось-то? Она меня тестом облила. Это она сделала или ты сама опрокинулась? Ну что же я, по-твоему, не с башкой что-то мне вмесила тесто. Продукты тут приехали переводить наши. Так никакой пенсии не хватит на жизнь. Лида. Лида, да ты что сделала там? Все нормально. Там у Кати вся голова обожженная вот этим раствором. Она не права. Во-первых, она сама спотнулась. А во-вторых, она лист под руку. Лида, ты не будь сучихой, ладно? Никогда с рода не была ей. Хозяйку облить с ног до головы кипятком, с каким-то еще мусором. Ты это не так. Это не я так. А это что, блины? Это блины называется? Это на кефире. Это блины? Твои любимые на кефире. А потом это маска для волос, это очень полезно. У нее жиденькие волосы. Смотри, я тебя приготовила. Как санаторий сатаны какой-то. Это пюрешка и котлетка. Конечно. Это ты приготовила? Она кто приготовила? Самой привезла, что ли? Конечно. Вообще тряпка-то у вас вроде как для посуды. Я что-то там осторожно. А ну, брази, заткнулись! Ну, свет, свет. Напрасно. Ну, я буду есть. Ну, а вот ты считаешь, что это нормально, что вот Лида вот так без предупреждения, день в день, здрасте, является и начинает жить у вас в квартире? Я скажу вам так. Вообще Лида очень порядочная, очень хороший человек. Я думаю, что Лида боялась отказа. Поэтому, конечно, она не сказала заранее, и она сказала день в день. Сейчас вам показали маленький кусочек. Это целый день был вот этого жу-жу-жу-жу, как брачные игры аистов. А не просто вот это, когда я уже стучу, они достали. И тем не менее, 8 марта вы отпраздновали этот день втроем. Ты и две женщины. Давайте посмотрим. Сейчас буду поздравлять своих девчонок с 8 марта. Закрылись шалавы. Девочки, откройте. Это я с сюрпризом. Может, помер я? МЧС вызывать теперь придется, чтобы дверь вскрыть. Кто там? Девочки, дверь откройте, это я. Ой, прическа новая. Когда что успел сделать-то? Все, все, открываю. Лида, вы что так долго не открываете? Я испугался уже, что вы скончались. Какие вы нарядные. С 8 марта. А Кать-ка где? Топиться пошла. Ну, смотри, там один подарок ей, один тебе, шарик один ей. Понятно, ладно, я выберу тут. Ее что-то не слышно, кстати. Катюша, Катюшенька, ты там? Ой, моя хорошая. Хорошая, теплая водичка. Жива? Да давай, побыстрее там, Кать. Мне душ принять надо. Смотри, это тебя. Это тысячелистник. Это растение, которое дает вечную жизнь. И вечную молодость. Спасибо тебе. И Катюшке принес. Катюша, я тебе принес удивительное растение. Это растение называется фикус. Оно даст тебе здоровье и здоровую печень, и почки, и печенку, и этот самый желудок, и кишечник. Все тебя оздоровит. И с 8 марта тебя, моя дорогая. За ногу. Девочки, это еще не все подарки. Я приготовил для вас еще один сюрприз. Мои хорошие куколдочки. Я вызвал вам стилиста, очень дорогого Ольги Бузовой. Вызывают девушек с низкой социальной ответственностью. А меня приглашают, из-за очень дорого. Ну а тут... За очень-очень дорого. Да я, Сергей Сергеевич, располагайтесь, пожалуйста. Там уже приехал, уже не уезжать же, правильно? Хе-хе-хе. Челку убираем же, да? Нет. Да-да-да, давай ее наверх залазь. Челку, ну что? Давай по-новому будешь смотреться хоть как-то. Ну что, это с мещелки. Убирайте, убирайте челку, убирайте. Ну, смотри, я уже... Я люблю, я уже к вам люблю. Надо терпение иметь. Я, конечно, могу ногами там начать делать уже. Вот имей недотерпение и такт. Терпение и такт. Там всего лишь две секунды работы. Но без щелки, конечно, честно говоря, не с вами тарелки. Знаешь, как необычно, так у тебя здесь стало теперь много, как будто ты очень умная женщина, понимаешь? Может, ты хочешь сказать, что я дура, что ли? Нет, ну я к тому, что мозг приподняли, грубо говоря. Илюш, я на самом деле девчонкам с вами купил два шарика для желания, чтобы их запустить. Вот, например, Лидия Александровна, она очень хочет замуж. А Екатерина, она очень хочет ребенка. Ну, хочет ребенка родить. Девочки! Девочки, какие вы потрясающе красивые! С ума сойти! Слушайте, значит, смотрите, сейчас я даю каждый по шарику, и вы их запускаете вверх. Киза Вас написал ваши мечты, но вы не должны их знать, а иначе они не сбудутся. Ты не будешь там толкать, Катю, балкон открытый? Ни в коем случае. Ты не будешь Лиду толкать? Мы не скинем друг друга. Нет, конечно. Мы ведь не скинем друг друга. Нет, ну что это, нет, конечно. Но не читать желания. А Катька и так не прочитают без очков. Лопните шар, пи***, грибете обе. Лети, сбывайся, моя мечта. Ну, а твой лопнет. Я желаю вам скорейшего исполнения этих желаний, девчули. Давайте, целуй меня. Ты наш, мой любимый. Ну что, Лидия Александровна Алифиренко, подруга семьи Гогена и Кати. Как она оценивает ситуацию? И правда ли, что Катя ушла из дома? Встречаем Лидию Александровну. Здравствуйте, студент. Здравствуйте, Андрей. Вы меня извините, что я в таком виде. Хотела красоту навести, но немножечко не просчитали. И маленькие казусы. Не понимаю реакцию Катину. Так, Гоген, Лидия, давайте мы сейчас сделаем большую рекламу. Я понимаю, что у зрителей и экспертов много вопросов к Лидии. Сразу после этого мы продолжим. Они еще не знают, что Катя за кулисами. Оставайтесь с нами. Всем добрый вечер. Я Андрей Малахов. Мы в прямом эфире наследник для Гогена Солнцева. Кто станет матерью ранее в программе? Эпатажный Гоген Солнцев собирается стать отцом. Он повел свою 65-летнюю супругу Екатерину Терешкович к врачам. Гоген хотел узнать, есть ли шансы у молодой пенсионерки родить ребенка самостоятельно, или им придется искать суррогатную мать. До ухода на рекламу мы увидели, что Гоген окружил свою жену заботой и любовью. Когда он заметил, что Катерина заболела, тут же побежал в аптеку, заставил ее пить лекарства и соблюдать правила гигиены. Там же еще грязь, микробы и мусор собирается. Ну-ка под ногтями мое быстро! Ты знаешь, что по стране коронавирус ходит, а? Но неожиданно семейную идиллию нарушила их давняя подруга Лидия, которая попросилась пожить у пары, пока в ее доме идет ремонт. Идать, ты приперлась. Перед чемоданом ты что, совсем что ли чокнулась? Ранее в программе мы увидели, как Гоген поздравлял Катю и Лиду с праздником весны. Шумен явно не ожидал, что в этот день он окажется между двух огней. Но с какой целью Лидия появилась в их доме и какую тайну они скрывают от Екатерины? Приехала к другу, то есть нормально помочь, тем более был в курсе, почему бы нет. А ее реакция, ну это понятно, женщина реакция любой, мне кажется, такая. Но психи, я так считаю, что вот это что-то есть, наверное, все-таки, недолечилось. Это мое мнение. Ну а вот с другой стороны, мне иногда тоже непонятно поведение, такие, знаете, провинциальные замашки, когда без предупреждения вы вваливаетесь к друзьям в гости, утром не предупреждая ничего. Почему я звонила? Ничего подобного. Или я был в курсе, что я приеду, я звонила на канал, вот так в гости. Если бы я сказала, Катя нам не пустила. А вы бы обрадовались по такому вот появлению, тем более на 8 марта? Ну это близкий друг нашей семьи, мы общаемся почти два года. Мне кажется, это интимные такие моменты, которые у вас сейчас такой период в жизни, и вы имеете наглость. Вы приглашаете к себе в гости друзей близких, но не в кровати, не в шарики. 8 марта не Новый год, как бы. А в кровати как они обе кровати заняли, на диване там могу, то есть могу у нее спать, могу у нее спать, это же в принципе как бы, ну... А ты так можешь, оказывается? Ну, друзья, просто друзья, мне кажется, друзья могут себе позволить. Ничего страшного. Как я не любила Кати, вы бы не допустили такого. Она уже женщина в преклонном возрасте. Представляете, она ревнует, нервничает, переживает. Молодая девчонка бы переживала. Катя очень не хватает общения. А вы, извините, но вы очень по-хамски себя вели. Что за проливание блинчиков на волосы, ну... Так, кстати, за это Лиду я в первый раз увидел, я хотел, что она должна ругаться. Мне кажется, картина не очень, конечно, так для всех, она такая, да, приятная. Что значит ругать? Просто нужно попрощаться с подругой в этот момент. Катя женщина любит, ее оберегают, заботятся. Можно я сейчас отвечу сначала, да? Вот расскажу, какая ситуация. Я приезжаю, во-первых, бардак. Это жена. Она должна быть все-таки хозяйкой. А кто вы такая, чтобы решать, бардак, не бардак? Грязище полно. Вы у себя дома приезжаете? Вы у себя дома, чтобы вы говорили, как ему комфортно жить? Ну, а что плохо, если человек будет чистоте? Это плохо. Я не знаю. До вашего визита его все устраивало, как мы понимаем, и жил он в этом бардаке с пустым холодильником, и ел эти безблютеновые блинчики, и все хорошо он выглядит. Уже достаточно долго они вместе, а вы пришли и говорите, у вас бардак, неправильно с мужчиной обращаешься. Но мне кажется, у Гагена-то язык хорошо подвешен, он скажет то, что ему не нравится. Естественно. Я объясню. Можно я скажу? Конечно. Дело в том, что Лидия появилась в нашей жизни не вот только два месяца назад. Она была в течение двух лет. А ты считаешь, что это нормально, что у вас вообще Лидия появилась в вашей жизни? Это близкий друг нашей семьи, понимаете? Просто со стороны ощущения, что вам очень нравится внимание двухжей, это такое тройное главное, и вам приятное внимание. Но вы абсолютно не переживаете за Катю, абсолютно. Нет, почему? Вот, подождите, смотрите, дело все в том, что там получается как? Ведь Катя с Лидией Александровной тоже, ну расскажи, вы тоже близко общались эти полторатора года. Ну это незаметно, что они подруги близко общались, Катя не хочет ее воспринимать. Он планирует Лидию сделать матерью своего ребенка. Да, может быть, стоит разойти с Катей и вот эту женщину сделать хозяйкой в доме и женой матери. Вы же обследовали обоих, доктор, да? Вот доктор обследовал двоих женщин. И здесь больше шансов выносить ребенка. Так, может быть, в том-то и дело, может быть, у Лидии реально нету чувств? Может, ему просто нет? Нет, но он хочет от того, чтобы реализовать. Я знаю, что Катя только недавно бросила выпивать. Она лечилась с помощью меня. А это правда, что вы не были в клинике? Она вылечилась. Очень печально, что ты это всем рассказываешь вот так, очень печально. Лидия Александровна, которая приезжает, очень важно там в этих ступенях, но люди, которые пьющие, завязавшие, они знают общение, расширение круга, так сказать, комьюнити вот этого. Лидия, Лида прекрасно знает нашу семью, знает, как, грубо говоря, там Катя переживала этот страшный полгода своей жизни, поддерживала меня и Катю всячески. То, что у девушек там бывают в связи, я не знаю, там, с приливами какие-то, маленькие женские канавлифты, я не вижу в этом плохого варианта. Но дело в том, что вы уже правильно сказали здесь, что, может быть, у кого-то приливы-отливы, но давайте скажем, что девушек вы отвели к гинекологу по отдельности. Давайте посмотрим, как это было. Внимание. Присаживайся, Катюш. Сейчас, Катюш. Давно планировали. Я не волнуюсь. Мы к Ирине Викторовне записывались. Вы уже ждали? Ходите к гердерону. Да-да. Здравствуйте, Виктор. Мы очень хотим завести ребёночка, но, к сожалению, ампутирована матка. А сколько вообще, например, возможно провести операцию по пересадке? Таких операций не существует. Полных лет сколько, Катюш? 65. Есть такие программы, когда можно попить гормоны, немножко постараться вернуть в работу яичник. А там это только возможности прибегнуть, конечно, к суррогатному материнству. Какой шанс, например, на то, что у Кати действительно можно вот с этого яичника достать? Только после исследования. Я готова делать всё, что вы скажете. Пойдемте обследоваться. Лидовичка, проходи, присаживайся. Скажут, приходят каждый раз новыми бабками. К Ирине Викторовне, да? Ну, скорее. Ну, что такая капуша, Лида? Ну, подожди, быстрее. Сказано. Я нервничаю, может быть. Лида Александровна, моя близкая подруга, говорит, что именно вот у неё хорошие, типа, серии яичники, что она сама чуть ли не может родить ребёнка и выносить. Потому что если у моей Катеньки, допустим, не случится это, то я смогу убедить её в том, что у нас есть замечательная Лида. Ну, раз вы всё взвесили, пойдёмте. Пойдёмте за мной быстро. Проходите. Сейчас твою рогатку буду смотреть. Расставляй ноги. Что там у неё? Всё запущено, да? Сейчас посмотри. Лида, будешь бояться? Пой песенку. Нормально, не болит нигде? Ничего? Всё хорошо? Нет, всё в порядке. А что там у меня? Будет больно, Лида? Кричи. А приятно будет? Стани. Так, ну-ка, не снимай там седой пельмешек. Не, всё хорошо, Катюш. Шика чистая, всё чисто. Самое главное, чтобы было чисто. Теперь пошли сдавать кровь. Угу. У тебя кровушки много, потом у Катьки ещё выпьешь. У этой можно побольше прям брать, не стесняйтесь. У неё крови много, она вампир. Ну, Катя очень плохо на кровь реакция. Хотя зажмулься, сейчас комарик прикусит. Шажурчик, иди, садись. Смотри, какая каталочка у тебя юная. Быстрее садись, крыса. Мы на лодочке катались, золотистой, золотой. Вот привёз вам. Видите, взяли кровь, отказали ноги. Мы раздеваемся, будем осматриваться. Хорошо, хорошо. Давай. Илья, заходи, Золоток. Ну, лучше, чем у Кати. Ну, получше визуально. Я даю препараты. Ага, отлично. Вот, и будем готовиться. Спасибо. Собирайся, собирайся. До встречи. Заставила эту авантюру с тобой проделать тоже. Дай Бог. Здесь, конечно, очень интересная пара. Ну, про Кати я хочу сказать, к сожалению, большому. Наверное, у каждого есть свой физиологический резерв, в частности, и фолликулярный резерв. Поэтому здесь даже речи не может быть, потому что плюс у неё действительно удалён орган в связи с болезнью. Это было не сейчас, и даже не пять лет назад. Поэтому с Катей, к сожалению, ответной реакции организма никакого не было. А вот с Лидой у неё достаточно такой, даже для её возраста, молодой возраст, молодой организм. И на самом деле ответная реакция есть. Другой разговор, чем это закончится, и далее вроде бы противопоказаний мы не нашли. И далее сможем мы её вести или нет, я пока не могу сказать. Но мне кажется, что сейчас самое важное узнать, что вообще сама Катя думает о всём происходящем. Напомню, что она ушла из дома, и она готова рассказать, что стало точкой невозврата. Екатерина Терешкович, жена Гагена Солнцева, сегодня здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте всем. Общий панец. Катюшка, но что вы скажете? Вот мы видим сегодня Лиду. Это что, троянский конь, который был заселён к вам в квартиру? Совершенно верно. Так и оказалось. Я ни сном, ни духом не подозревала, что это кончится таким предательством со стороны моего мужа. Такие вещи не делаются на публику, и в них не включаются посторонние люди. Мы говорили о том, как мы хотим ребёнка, но мы говорили об этом друг с другом. И мы эти проблемы решали друг с другом. Мы могли об этом рассказать, как мы об этом говорим, но включать в этот процесс постороннего человека, тем более крайне мне неприятного. И я об этом знал. Он не поставил меня в известность. Он поставил меня перед фактом, когда уже было медицинское заключение. Что ты, мол, никуда не годишься, а я пойду... Что ты скажешь? Неприятного тоже, Катя. Вы то дружите, то ссоритесь, то миритесь, то вы в дёсна, то вы... А я пойду ребёночка сделаю в соседней комнате. Понимаете, что получается? Он хочет стать отцом. Вот скажи мне, что плохого, что он хочет стать отцом? Это нормально. Самому себе желание стать отцом? Прекрасно. Если ты не можешь стать матерью, то при чём здесь наш... Если ты не можешь, отпусти его, отпусти его тогда, пусть рожает, пусть... Да почему я должна его отпускать? А ты не дашь ребёнка, если... Тогда каким образом он станет отцом? Но это вообще тебя не должно касаться, не должно произошло... Гоген, я тебе не раз говорил, хочешь, я тебе хомячка подарю? Какой ребёнок? Я считаю, это нормально. Какой ребёнок? Ты сам ребёнок? Я извиняюсь, Екатерина, в первую очередь хочу сказать, первый раз вас вижу. Шикарная женщина, шикарные ноги, молодая, красивая, плюнь ты на него. Почему нельзя? Почему нельзя, вот, женщина с подружкой со своей, а ему, вот, я даже не уверена, Гогена, а это вот, ребёнок, это развлечение какое-то, хайп, или правда, вот, прям, хочешь? Дело в том, что Лида была на процедурах, и поэтому она сейчас выглядит таким образом. Но Лида более чем странно выглядит, не скроем, действительно. Так, давайте мы сейчас прервём этот женский батл, короткая реклама, сразу после этого. Дочь Екатерины, Полина, у неё есть предложение сегодня для Гогена, кто может стать матерью его ребёнка после рекламы. Ещё раз всем добрый вечер, я Андрей Малахов. Сегодня Гоген Солнцев возвращается в нашу программу. Кто станет матерью его ребёнка? Ранее в программе эпатажный Гоген Солнцев собирается стать отцом. Он повёл свою 65-летнюю супругу Екатерину Терешкович к врачам, чтобы узнать, есть ли шанс у молодой пенсионерки родить ребёнка. Как выяснилось, сводил он на приём не только жену, но и подругу семьи Лидию Алиференко. Если у моей красненькой, допустим, не случится это, то я смогу убедить её в том, что у нас есть замечательная Лида. Неподозревающее предательство мужа Екатерина разрешило подруге остаться у них пожить во время ремонта. Оказалось, что Лидия тоже принимает гормональные препараты по просьбе Гогена. И считает, что именно она сможет подарить ему наследника. То, что касается Лидии Александровны. Мы можем поработать с яичниками, с биоматериалом, по крайней мере, Лидии Александровны. Это же и твой ребёнок тоже будет. Ну что ты говоришь, Катя? До ухода на рекламу мы узнали, что приговор доктора оказался неутешительным. Жена Гогена Солнцева никогда больше не может стать матерью. В расстроенных чувствах Екатерина ушла от мужа. Как я понимаю, точкой невозврата стали перепутанные лекарства, когда вы переругались дома. Из-за них... Давайте посмотрим этот момент. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Илья! Илья! Ты замолчишь, старый! Подастся спать или нет? Такой нет совсем! Я как это... В сангородке себя чувствую. Засыпаю на полчаса. Крики начинаются. Иди ему хрюю этот... Лекарства, воды, пожрать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Илья! Что ты орёшь, поросячья ружья? Думаешь, тебе одной плохо? У меня сейчас голова так кружится. Слушай, а что ты вся горячая, мокрая такая? Кать, вот на лекарство, вот водичка. Рисовая титичка, Кать, заберёт всю влагу. Влагу заберёт этот самый и станет полегче тебе. Илья! Илья! Пошли, принеси тазик. Вот сюда ставлю тазик, вот. Ильюш! Сейчас иду. Илья! Илья, ну подойди, пожалуйста! Илья! Ильюш, ну подойди, мне плохо! Илья, сись мне, помоги, пожалуйста! Хватит кричать! Слишком плохо! Илья, таблетки мне принеси, пожалуйста, от головы. Моя света, твоя солнца. Илья! Смотри, вот это вот лёд прикладывали. Вот, да, да. А что сумка стоит? Моя сумка. А что здесь стоит? Под паближкой спрятано. А где надо стоять? Потому что там документы, ключи. Так неприятно, сидишь в гостях у нас и прячешь сумки. Я не прячу. Ты чё так делаешь-то? Выключи свет, пожалуйста. Это, Стас, пообновить тебе? Да, обязательно, спасибо. Лид, с моей распечатали фотки. Тебе одну принёс. Одну Катюшки дам, чтобы повесили у себя в комнате. Ты жратву заказывался, чума обгонная? Это что? Ой, вообще... Это что, лежит всяк в мусорном ведре вообще, Лид? Тебе нельзя это вообще было есть. Это же фастфуд. Ты плохая пациентка. Ты никогда не вылечишься, если ты будешь, как бы, мои врачебные советы нарушать. Силу нужны подуши. Поделай, поделай. Хороша я хороша. Вот теперь да. Кати ещё не хватало в моей комнате. Как же? Ребята, сможете повесить? Повесите, пожалуйста. Я сейчас в аптеку схожу и вернусь, ладно? Если тебе что-то понадобится, вызови 112. Ой, здрасте, девушка. Скажите, пожалуйста, у меня две больные. Там у одной какашлю, другой что-то там с давлением, что-то непонятное. Может быть, вы можете что-то подсказать? И очень цена меня волнует. Мне надо самое дешёвое всё. За 30 есть у нас ассорбиновая кислота. Ой, отлично, давайте. Возьму за 30 рублей прям две пачки давайте. А если у них даже и вирусов-то нету? Если это как бы симуляция идёт? Сколько стоит? 101, а скидки могут быть какие-то? А он вообще рабочий? Да, конечно. А вы можете у себя подержать подмышкой? Мне некомфортно, спасибо. А вы-то чем болеете? Я ничем, слава богу. А что, в аптеке тогда торчите? А можете по вашей социалке мне тоже скидку провести, пожалуйста? Простите, а у вас не будет ли 6 рублей на аскорбиночку, а? Хотите полпачки отсыпать за это? О, костылёчки рабочие. Вроде рабочие. Как раз с моим двум девчулям. А то они говорят, мы ходить не можем. Спящий режим организовали, сучки. Нет, чтобы как соцработнику никто не платит, чтобы я за бабками ухаживал. Все это, понимаете, всё. Это мне, как молодому человеку, очень неудобно, очень дискомфортно. И поэтому я не даже злюсь на них. Все, выходите сейчас. О, вообще дверь не закрывают. Чё, клиентов ждём, девочки? Этим тоже терять нечего. А я заболеть могу ещё. Не дай бог. Вроде дышит. Лида, Лид. Лида. Чего? Тебе лекарства принёс на... Выпей лекарства сейчас перед сном, пожалуйста, ладно? Хорошо. Всё. Лекарства, принёс тебе лекарства, Кать. Две таблетки надо водичкой закрывать. А что, это гормональное что-то? Да нет, это же... Ну как нет, я же вижу. Это её? Сейчас, сейчас я тебе объясню. А почему она пьёт гормональные препараты? Секунду, секунду, секунду. Давай проверим титику. Это ты ей покупаешь. Это ты ей покупаешь. Бери эту гадошку от меня. Смотри, вся она мокла, разварился. Никола сказала, что у Лиды есть тоже шансы. Откуда она знает про Лиду? Ну, Лида попросила отвезти её тоже к врачу. То есть она говорит, я хочу тоже как Кать. Ты водил Лиду к нашему врачу? Я сейчас тебе объясню. Она посмотрела у неё анализы и сказала, что у неё есть очень хорошие шансы из яичника достать материал. А у тебя эти шансы ниже. То есть это... Кать, ты... Да ты больная, тебе надо в кровать. Катя! Катя, иди в кровать, пожалуйста. Ты не продуктивная. Пожалуйста, Паш, да перестань, ну, пожалуйста, Катя, успокойся. Лида, Лида, успокойся. Что случилось? Успокойся, Лида, успокойся, Лида, успокойся, пожалуйста. Завтра утром идём к Ире и всё выясним, и всё поговорим. Нет, а что психовать-то? Я не могу понять. Смотри, таблетки надо собрать, все они дорогие, пипец какие-то. Конечно, с пола тоже собрать, да? Вот выздоровлю, и вытолкал эту сволочь в шею, просто на улицу, пускай убирается вон. Лидося, покушать тебе принёс. О, спасибо. Рис, отвар самый вкусный. Чего у нас? И хлебушек. Илёш! Что, Олег? Одна соль! Чего, Кать, кемпот такой солёный, что ли? Илёш! Не надо мне такой каши. Одна соль, это яд, а не каша. Это точно у тебя коронавирус? Вон какая большая корона золотая. Ведёшь себя как эта графиня Медной горы. Я думал, не был старухи апохалами с двух сторон вертеть, жрань готовить, мыть. А я хожу, этот самый, и сам занимаюсь этими недееспособными. Гоген, несмотря на твоё такое фейковое поведение, и жизнелюбие, и вообще образ жизни, ты очень умный человек. И я думаю, что любая молодая женщина, девушка, рядом с тобой, могла бы тебя родить, прямо до них же не задумываясь. В тебе столько обаяния, в тебе столько остроты ума и юмора. У нас, мы сегодня как будто посмотрели комедийную картину. Ну, хочу сказать, что не только сегодня комедия, но и, безусловно, трагедия. Трагедия семьи Кати и её дочь Полина сегодня тоже пришла в эту студию, чтобы посмотреть в глаза Гогену и спросить, за что он поступает так с её матерью. Встречаем Полину. Добрый вечер. О, ты мне цветочки принесла? Да, цветочки принесла, Лидусе. Я вот предлагаю, просто делаю предложение Лиде, чтобы она отстала от нашей семьи, от Ильи, ушла. И вот я даже готова ей дать деньги, вот выбрать, выбирай, Лиде, деньги. Тебе купить что-нибудь, детям купим, подойдите, достинься. Хотя за моральный ущерб, за материальный ущерб. Цветочки, вот возьми тебе, тебе четыре, четыре гвоздички. Возьми себе сама. Фу, блин, я бы тебя сейчас сломила. Займи своей личной жизни. Полин, я знаю, что вы не ожидали от Гогена такого, что он откроет дверь и пустит Лиду, правильно? Да, Андрей, я не ожидала такой ситуации, что при живой жене Илья, как предательский, будет так себя вести, что с другой женщиной он будет планировать ребенка. Это флешмобы все, четыре цветочка, это там пару тысяч рублей, что за ценочки такие. Мне, когда мама позвонила, я в слезах. Никто твою маму не предавал. Но вот так выходить, например, и на близкого друга, опять-таки нашей семьи, так вот унижать Лиду, это тоже неправильно с твоей стороны, Полина. Другой, кто послал меня сам. То, что тебе там ради в одном и другом настроении передает, это все совершенно не соответствует действительности. Ты с нами и я не пожила, ты не знаешь, Полина, нашу жизнь. То, что показывают кусочки, фрагментарно. Я все знаю, я все знаю, мне мама позвонила, она была всякой, в истерике. Я тебе говорю, она вот так, но всякой, она еще может соврать, между прочим. Я сразу прыгнула. А ты не можешь соврать. Я не хочу. Как я понимаю, Катя позвонила Полине в ту сетку. Секунду, когда возвращались от гинеколога, и все произошло, и начиналось где-то там на лестничной клетке. Давайте посмотрим. Катя, ну пойдем. Катя, ну что ты фуксишься, а? Ну смотри, тебя снимают. О, Катя, иди нормально, давай, не ты сама, не обижайся. Ты же веселый, как клоуна, не злись. Катя. Лидочка, заходи. Катя, заходи. Ну заходи, ну что ты как это сам, как маленький ребенок. Сейчас борщ сделаем, сейчас свеколку я тру, ты картошечку. Конечно, так а. Сейчас такой борщ наварим, обалденный, чего психовать? Катя. Ну ее можно понять, потому что видишь, что... Илюш, ну можно понять, ну у меня что, на колени что-то встать перед ней, ну? Давай я теперь сдохну, я тебе чего, я не понимаю. Ли, у тебя яичник есть, у нее нету. Ты как будто ей по носу ударяешь, типа, а, без яичницы, без яичницы, вот так вот. О, спасибо такое. Давай яичницу пожарим. Ты ее всем добью, ты же знаешь, нас сейчас послушают по двери, и все это ножом по сердцу опять, типа... Все будет нормально. Делай лучше будешь, пожалуйста, не надо трепать нервы. Ну, человеку 80 лет скоро, ну о чем ты говоришь? Сейчас посмотрим, ладно? Алло, солнышко мое, и ты мама? Да, мама. Можешь сейчас приехать, забрать меня отсюда? У тебя все нормально? У меня все не нормально. Как оказывается, он за моей спиной эту тетку, Лидку, отвел тоже к нашей Ире. Он просто хочет сделать ей ребенка. Знаешь, в моем доме он хочет тахать какую-то чужую тетку. Все, через 40 минут я буду. Очень вкусно, кстати. А что это? Это борщ. Борщ? Из чечевицечных котлет, да? Да, дорогой. Сейчас необходимы витамины. Тем более, знаешь, мне это вообще необходимо. Я не голодный. Я давно ее еще, давно нет. Угу. Ну что ты делаешь, Полина? Зачем ты делаешь-то так? Кать, ну что ты Полину дергаешь? Что ты ей нервы выматываешь? Не разговаривай с ними. А куда ты собираешься ее увозить? Это не твоя. А Катя тоже сама хороша, и она тоже Лиду хлюет. А получилось так. Это не твое дело, уйди отсюда! Мы ее успокаивали, как только могли, Катю. Неизвестно, что они задумали. Если уйдешь сейчас, уйдешь навсегда, значит, предательница! С**ки! Полицию написать за меня о краже человека. Это что такое? Вы пришла, вывела. А ты что дверь не замкнула тоже? Сейчас каждая б***ь будет приходить сюда. А что делать теперь, Лид? Да ничего не делать, успокойся, все будет в порядке. Поговоришь, позвонишь завтра. Катя! Ну-ка, пари ее, Лид. Лид, ну пари ее. Кать! Знаешь, Лид, я тебе так скажу, Пушкин дописался, Гарин долетался, а Полина допи***ться. Вот только настроение испортило, успокойся, давай. Я думаю, что все будет хорошо. И ты тоже проваливай вместе с ними. Начинается. Не дом, а дурдом. Кать, пожалуйста, я тебя умоляю, вернись. Полина мразь. Катюша, ну ты пойми, это будет и твой ребенок тоже, ну и мой тоже. Просто прими это как данность, потому что у тебя есть дочь, у меня нет никого. И это будет мой ребенок, которого ты тоже сможешь полюбить. Алло, алло, ответь, 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 пожалуйста. Маленькая моя, миленькая. Ну давайте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот адвокат наш сегодня семейный подъедет и это соглашение подвезет Но это очень серьезное заявление Что скажете, Аннет? Гоген замечательный артист И я с уважением отношусь к его талантам профессиональным Но талант профессиональный явно побеждает в нем талант человека Фраза, которая прозвучала Я бы тут себя окружил недееспособными Ее действительно надо проверять Эту фразу, насколько Гоген осознает, что он делает И в моем понимании Катя человек очень уязвимый Человек, который подвергается постоянному Очень сильному психологическому давлению Более того, вот эту даму он привел тоже с целью унижать Катю и уничтожать А давайте пригласим Марию Коноплеву Подругу Гогена У которой был небольшой роман с нашим главным героем Что она думает о предложении Полины стать суррогатной матерью для мамы Встречаем Марию Здравствуйте Здравствуй Ничего себе Скажите, что вы думаете о всей ситуации И почему вокруг него действительно эти все-таки возрастные женщины Вот Анетта Орлова психолог считает, что ими легче манипулировать Что я думаю Во-первых, я изначально, даже до того, как я лично познакомилась с Ильей И когда только вся эта ситуация с Екатериной начиналась Я сразу же не понимала Это мне казалось неправильным Илья, он очень веселый, жизнерадостный человек И тут свести свою жизнь с старой клячей, извиняюсь за выражение При всем моем уважении Слушай, ты говоришь Женщина, вы взрослая, должны понимать, что нужно сначала дослушать И не перебивать Это невежливо Это вообще не вожение Это не жена Вообще не понятно Я как бы привыкла Когда уже познакомилась с Гогеном вживую Я уже как бы, ну, смирилась с Екатериной Да, я видела то, что иногда Илье очень тяжело Он периодически жаловался на какие-то свои упаднические настроения Но потом, когда еще и вторая бабка появилась Они как бесятые пьянки Они всю энергию вытягиваются Все вампиры Да слышь, ну а ты кто такая есть, вообще не пойму Я его друг, во-первых А во-вторых, у нас в нем некоторое время был какой-то роман Когда они с Катей расходились, год-то обраду Но все-таки мы сейчас уже в том моменте программы Когда Полина предложила быть суррогатной матерью Когда несколько, например, год назад мы Полине говорили о том, что Полина, готова ли ты родить нам ребенка? Полина категорически махала Нет, нет, нет Полина, ну Гоген прав Ведь ты действительно отказывалась от предложения выносить им ребенка год назад Внимание Как вам идея Кате и Гогена предложить Полине выносить этого малыша? Я как будто я сейчас в психбольнице и разговариваю На самом деле ситуация действительно патологическая Когда она говорит, подпиши отказ от наследства Там наследство, в любом случае, плавен варь Я не могу, я живу Она жива Я обещала ребенка родить Гоген будет еще Алина, ну плавен Хорошо, о каком наследстве идет речь Потому что каждый раз мы не понимаем, у Кати есть что-нибудь за душой или нет Потому что понятно, что Париж, издательство, французские языки, переводы О чем идет речь, Полина? Я вообще не понимаю, о чем идет речь У мамы есть большая квартира в центре Москвы Есть хорошая дача, машина есть И, естественно, финансовые накопления достаточные, чтобы можно было... То есть вы хотите маму обезопасить от всех альфонсов и... Я, конечно А сама в итоге, ты имеешь элемент еще с гаденой Любовь к любовью Там нефикарная квартира Там двушка в пределах третьего кольца Это не центр Скромная малюсенькая дача далеко от Москвы с малюсеньким участком Машина ржавая, старая Тем более нечем Звучит, это Полина хочет представить Потому что там есть схема какая-то Если Полина рожает, например, от меня ребенка, от Кати... Как от Кати? Ну вот, грубо говоря, вот так Потому что у Кати не сработало ничего Слушай, ты себя слышишь вообще... Полина рожает, и они меня сажают на финансовую игру И они там как отца И они из меня вывозят все мое Так, давайте мы сейчас сделаем еще одну небольшую рекламу Далее в нашей программе тетя Гогена У которой есть компромат и на Лиду, и на Катю После рекламы Еще раз всем добрый вечер В преддверии весенних школьных каникул Гоген Солнцев возвращается в нашу программу Кто станет матерью его ребенка? В студии прямого эфира снова в гостях Эпатажный Гоген Солнцев со своей супругой Екатериной Терешковичем Хотим напомнить, что 12 апреля Этому браку исполняется два года Вся страна следила за развитием их отношений Пышной свадьбой Незабываемым медовым месяцем А также за невероятным преображением Екатерины Ради молодого мужа Низко, низко, она высоту прямо обожает Ей чем выше, тем лучше Прямо ее еще повыше бы немножечко Сейчас в семейной жизни Гоген и Кате наступил сложный период Пара всерьез задумалась о ребенке После приема у врача Екатерина узнала Что не сможет стать биологической матерью За это право сейчас борется подруга их семьи 59-летняя Лидия, которая переехала к Гогену И выгнала Катю из дома Мы ее успокаивали, как только могли Катю Неизвестно, что они задумали Если уйдешь сейчас, уйдешь навсегда, значит Предательница С*** До ухода на рекламу Полина Дочь Кати согласилась стать суррогатной матерью И выносить для Гогена наследника Хоча ранее была категорически против Чтобы у матери в таком возрасте появлялся ребенок Как вам идея Кати и Гогена Предложить Полине выносить этого малыша? Я как будто сейчас в больнице И разговариваю На самом деле ситуация действительно подала Однако сейчас Полина выдвинула свои условия Гоген должен отказаться от права на наследство в ее пользу Что выберет Гоген? Через несколько минут Давайте посмотрим все-таки еще один момент Который мы не показали Это когда Лида появилась у вас в квартире Вам и Лиде пришлось отдавать свою собственную пенсию Гогену Хотя Гоген говорит, что все пытаются у него что-то высосать Внимание Девочки, смотрите, я вас пою, я вас кормлю Покупаю вам лекарства, подарки Мне кажется, вы справедливы, если мне будете отдавать Какую-то существенную часть своей пенсии Ну я продукты покупаю с карты прямо Нет, ну это, во-первых, редкий год И, скажем честно, откровенно, в основном их покупаю только я И ты с нами живешь уже битый, так сказать Ну, Илюш, там пенсия-то копеечная Этим вы там еще сговоры Ну какая, сколько копеечная, скажи Подожди, ну не надо повторять за ней Она говорит, копеечная, и ты говоришь, что уже копеечная Что за глупость? Сколько у тебя пенсии? Скажи, признайся как, честно У меня пенсии 9500 У тебя сколько пенсии? Вот я сейчас Она твоей женой Причем, если ты с нами живешь, твои мозги нам крутишь постоянно У тебя сколько пенсии? Секундочку Мы подходим к банкомату и снимаем пенсии Все, девки, все, это не бескомпромиссно Бескомпромиссно Пошли Сейчас посмотрим, какого тебе переведут Сейчас тебе банкомат баланс покажет Какие лживые, лживые стервы Копаю, кормлю, лекарства покупаю, лечу, вообще все что угодно делаю Знаешь, сколько на продукты Ты жираешь, знаешь сколько? Знаю Вот и все Давай Так, первая пошла Первая пошла карту свою сует Подожди, у меня где-то бумажка с прямой человеком Давай Чтобы я органы не привлекал Ну-ка, первая пошла сдаёт Выводи деньги Выводи пенсию полностью, выводи Баланс запроси Давай, узнать баланс, нажимаем Вот тебе, пожалуйста, 312 рублей Ну все, понятно Сняла Ну и все, ну и все Сняла, все успела Ну у меня там какие-то копейки Вычистила свою карту, смотри Отлично Снять наличные Прямо с копейками не даст Другая сумма Другая сумма Как с копейками не даст? Конечно Другая сумма А знаете, значит, снимаете частенько Отнимаете Вот банкноты Ну-ка, отходим Вот здесь банкноты Ну-ка, доставай Доставай, сейчас я пересчитаю Ну вот тебе, пожалуйста Давай Давай А у меня нет смысла даже Сейчас тобой займёмся Так, вторая пенсию сдаёт Всё, отвалила Отвалила Чек, вот, на Всё Да, пожалуйста Ушла А ты что свой баланс на чеки выводишь, а не на экране Ну-ка, давай Давай сюда Давай сюда пересчитаем Как это дна? Ты сколько сняла? Нет, даже не жить Пойдём А сколько, на сколько хочешь жить? Да, пирожки Всё Нет, одну секундочку Две давай, хорошо На пирожки Секунду, Катя, секунду У тебя баланс карты 16 тысяч рублей 753 и 20 копеек Карту Да ты что Ты сколько жрёшь? Ты сколько пьёшь? Одну секунду Сколько лекарств потрачено? Она тебе 300 отдала, я тебе 1000 отдала Ну а на супруга пока законная ещё А я кто? Снимай 16 Шестнашку Шестнашку снимай Шестнашку 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 Снимай Кублей Грабят Ну всё, в половину меньше будешь теперь жрать А я и так не ем Обманщицы Лживые бабки Девочки, скажите, пожалуйста, у вас пенсия большая, потому что не могу добиться отца 22 Это Москва, правильно, а я подмосковья Моему мужу 25 Ну это нормальные пенсии Вы верите, что вот у этих женщин пенсии по 2-3 тысячи в месяц? Ну посмотрите на них Пенсию сдай хоть порядочно Своему мужу хотя бы рубль за 2 года жизни Дело всё в том, что ты при мне показал, у тебя 300 рублей, мы их сняли, у этой больше Ты чё такая хитрая, да? Ты чё такая хитрая? Ты чё такая хитрая? Я кричу, я убираю, стираю, наготовлю, и мусор за вами убираю Будешь пенсионером, поймёшь меня Ой, я тебя Тоже мне пенсионерка пошла, как косуля Слушай, я надеюсь, она навсегда ушла от нас Светлана Черепанова, тётя Гогена, сегодня тоже в этой студии Какой выход из ситуации видит она? Встречаем Светлану Ну что, красотки? Вот цветочки Светлана, добрый вечер Добрый вечер Катя расслабилась, разложила свои кисточки на интимных местах Сидит, плачет, убегает Но Эти две девицы знакомы 30 лет Они аферистки обе Я знаю это из достоверных источников Знаешь, какое выражение? В 90-е годы они там ларёчек какой-то держали И это у неё грузчика увела Или это у неё деньги увела Теперь вокруг Ильи нарезают кружочки Как тот удав, который в штаниках глазку, головку свою поднял и смотрит, наблюдает Они сейчас очень хорошо Катюш, не надо Они хорошо сговорились И теперь хотят не то, чтобы он у неё ржавую машину отнял А то, что у Илюшки осталось Серёжа, брат мой, когда погиб У нас осталась квартира Для Ильи мы её подписали У нас от мамы квартира В Москве у него, не буду говорить, сколько квартир Не буду говорить Но Илья не из бедных ребят Которые позарились там на чьи-то пенсии или что Сейчас вывернули так, что Это тут блюёт Это тут писает под себя А посмотри в ведёрко, что ты делаешь Ты что, беременная уже тошнит? Это не заболевание Перестаньте, Лида Катюша мне как сноха Я к ней хорошо относилась до того момента Когда они за спиной Илюшки Сговорились двоёчком И сделала, Катя, ты вид Так что ты, Лиду, не знаешь Оскорбилась такая вся порядочная Ах, как произошло всё Я её не знаю и знать не хочу Ты её не знаешь Они знакомы 30 лет Хорошо, а Полина предложила, что она готова стать суррогатной матерью Когда Илюшка был готов И мы всей семьёй обсуждали, что да Мы готовы от Полины принять этого ребёнка Потому что нужен внук, нужен племянник От племянника мне ребёночек И ему нужен ребёнок Толя, а ты что скажешь? Слушайте, вообще я считаю, что надо поддержать Гогена Потому что он хочет нормального человеческого счастья Это можно понять И то, что здесь такая ситуация, что у Кати не получается Надо искать какие-то варианты И, ну, подвернулся такой вариант Его тоже можно понять Он тоже хочет быть отцом Давайте, мне кажется, поддержим его Нет, но вариант может быть разный Между Лидой и Полиной Ты кого выбираешь? Давай не Лукас, скажи Полину Ну, слушайте Я бы, конечно, выбрал бы помоложе Потому что ребёнок родился бы более здоровый Если суррогатная мать была бы помоложе Но Лиза сегодня не просто так сидит вся в бинтах Она тоже пытается вернуть утраченную молодость И была, как мы поняли, у Мариат в гостях Давайте посмотрим, как это всё произошло Внимание Так, Лидочка, сейчас мы посмотрим на вашу красоту неземную Запустила себя я Вот, а сколько полных лет? 59 Вот Катя решилась на операции, да, на такую глобальную А я всё-таки вот по минимуму всё же Ну тогда давайте мы вам сделаем сейчас самое модное То, что вот обожают просто француженки Это улитка-терапия и омложение улитками Какие у вас шикарные волосы Да вот, тоже думаю Однозначно всё вне конкуренции Потому что у Кати-то волоси, по-моему Да, она лысая, да Ёж у неё, да Ну, конечно, волосы – это, в общем-то, моя горлость Надо испугать улиточку Давайте О, всё Она уже пошла, пошла сразу Всё, сейчас будет выделяться антистрессовая слизь Так, снимаем наших улиток, друзья мои Вот они, видите, оставили всю-всю такую слизь Пока вы, Лидочка, лежите, мы вам сейчас сделаем звуковую терапию Прокачаем нижнее поле Дантянь для усиления всех функций В Тибете в 60 лет даже рожают Коген мне говорил, что он хочет ребёнка Угу Он всегда мечтал, чтобы Катя ему родила ребёнка Вы готовы? Угу Может быть, хватит уже Я ей так, наверное, красиво Может, не надо ничего? Лидочка, нету предела совершенства Так, оденем бандаж Вот в этом бандаже вам нужно будет спать Вот Наша девочка готова Домой И в комнату раз свою Чтобы они меня не увидели А утром встану королевишно Вся такая Да, это я-то где-то Да? Ага Неужели? Мрят, ну вот вы видели и одну, и вторую И Гогена, знаете Ну, действительно, я хочу всё-таки сказать, Гоген Выбирай Лиду Почему? Потому что Полина раньше не хотела, в общем-то, стать суррогатной матерью И потом у них тандем с Катей И это будет очень тяжело тебе маневрировать между родственниками Здесь Лида всё-таки независимая кандидатура Но Лида любящая женщина Она терпела такую боль и с инъекциями, и с нитями Понимаешь, она готова на всё ради тебя То есть она, она, она действительно Отдумайте, пожалуйста, от этой идеи пока не поздно Потому что ваша любовь к маме, это прекрасно Но дети, это не шутка Вот Екатерина, трое внуков, правильно, Екатерина? Не говори, Катя Внуки, внуки есть Но это ничего не исключает Внуков-адвокат Владислав Пахомов Который сегодня пришёл на эту программу вместе с Полиной и с Катей Встречаем Владислава Добрый день Добрый день, Гагин У меня в руках соглашение В соответствии с которым Ты отказываешься от права на наследство Своей супруги Екатерины При условии, что Полина окажет тебе услуги суррогатного материнства Договор подписан, вернее, составлен юристами нашей компании Ознакомься и подпиши, пожалуйста Я не вижу, я без очков сейчас общаюсь Я солнце, если держишь Владислав, мне кажется, что Заговор про то, что Полина должна выступить В роли матери его ребёнка Да, и за это Заговор про то, что она должна отказаться от А на чьи деньги Ты себе делала всё-всё-всё-всё-всё На чьи деньги ты жила? В крайней, до последней недели За чьи деньги ты жила? Я готов это подписать, если ты мне прямо сейчас отдаёшь карточку Мою банковскую карточку По которой ты два года ходишь и чиркаешь Где карта у тебя? Карта где у тебя? Где карта? В сумке лежит Ты куда пошёл? Стоять! Это же желанная идея Катя, вы Да перестань ты! Кто тебя научил брать чужую? Ты что делаешь? Где карта моя? Где карта моя? Где карта? Катя где? Да перестаньте! Всё, всё, Катя, всё Могите не станьте, не стыдно вам Катя, отдай ему карту Дай карту, говорю Не кусайся ты, чем кусайся, вот дура какая Катя, мам, ты не стыдно вставь, она что-то Отстаньте, я не вставь Да, я не говорю Не кусайся Мама, а ты чем кусайся? Слышь, ты опять девочки, это что такое? Сходи, ты машина Катя, не кусайся Главный вопрос, почему выбирает Гоген? Почему не выбирает Лидия? Почему не выбирает Екатерина? У нас в их возрасте женщины всё отдают внукам, всё отдают детей Детям забывают, что могут жить сами А тут потрясающие женщины живут Уток на себя, уток, не уток, а этих Улиток на себя налепляют, операции делают Кому нравится, кому-то не нравится Спорят, ругаются, в общем, живут Они должны выбирать, это Гогену повезло Понимаете, что такие яркие, пенсиональные женщины Решили быть вместе с ними Но я думаю, что после сегодняшнего эфира Огромное количество и поклонниц Всей этой саги про Гогена Напишут в редакцию и готовы будут Помимо Лиды, Кати, Маши Родить ему Без всяких улиток Чахты омоложения Мы следим за развитием этой истории Берегите себя и своих близких, друзья Не забываем мыть руки Вести, главные новости страны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова